Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Постоянно возвращаюсь к событиям прошедших лет. Немная людей, которых давно в моей жизни нет. В голове нескончаемый диалог с собой, а что было бы если? Почему получилось так, а не иначе? Как перестать делать так и почему это происходит? Я бы совместил, я бы совместил ответы на эти два вопроса, Вадим. И сказал бы, пожалуй, что с одной стороны, вас не особо что-то интересует в настоящем. То есть, ну, не особо вам интересно ваше настоящее. И с другой стороны, есть непрожитые эмоции того времени, тогда. Все это вместе, все это вместе, дает, как мне видится, именно вот такую реакцию. Вот. Хотя, конечно, тут могут быть свои варианты, безусловно. Вот. Я бы сказал, что вас, вероятно, что-то беспокоит в этом ключе. То есть, есть что-то, что вас тревожит. Есть что-то, что вы вот как-то хотели бы, то есть вам сейчас чего-то не хватало бы. что вам хотелось бы как-то поступить. То есть вам хотелось бы поступить иначе, но вы не поступили. То есть это такое вот своего рода непринятие выбора, непринятие решения, которое вы приняли тогда. И, соответственно, вам, ну, кажется, вам хочется как-то это, ну, вот, переиграть. Этот момент, именно вот, именно хочется переиграть его. То есть хочется... что-то изменить. Вопрос только заключается в том, на мой взгляд, чем продиктовано ваше желание что-то изменить. То есть буквально чем вас не устраивает та ситуация, которая произошла. Ну вот, вы спрашиваете, да, что было бы, если там, и так далее. То есть очевидно, что вам, ну, не нравится что-то. Вот, может быть, вы чувствуете выгоду, упущенные, упущенные возможности, какие-то, да, ну, для себя, опять же, вариантов тут, ну, может быть, довольно много, как мне думается. Вот. Поэтому нужно эту ситуацию, конечно, уже рассмотреть. Вообще, вообще, я думаю, что, проживая вот ваши собственные чувства, которые вы испытываете в контексте этой ситуации, которую вы испытываете в контексте вот возвращения к прошлому, покажет или, по крайней мере, ну, набросает, набросает некоторые общие черты, на мой взгляд, а, значит, того конфликта, вашего собственного конфликта, который у вас есть. Вот. И, соответственно, вы увидите, как вы в это сами вовлечены, какую вы свою собственную проблему, да, в этой ситуации хотели бы решить, вот. Решить ее можно, просто вот нужно, нужно посмотреть, как именно ее можно было бы решить. Вот. На что делаю ставку я? Ну, помимо того, что сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, например, я бы сделал ставку на боль. Вот. То есть какая-то ситуация произошла, вам больно, вот, и, соответственно, эта боль снова и снова возвращает вас в эту историю, которая была, но от самой боли, вероятно, вы бежите, ну, не разрешая, не позволяя себе как-то ее проживать. И в итоге получается что-то вроде, ну, что-то вроде замкнутого круга. Вот. еще один важный момент, на мой взгляд, заключается в том, для чего вам это нужно. будет. То есть, ну, вот, буквально, зачем? Да, то есть, вот, буквально, зачем вы это делаете? Ну, так скажем, вот, вторичная выгода ваша, она есть, а она есть, типа, вторичная выгода сто процентов. Вот. Поэтому нужно смотреть, что это за выгода. Вот. Я думаю, так. Тут тоже вот есть вот такой нюанс, на который хотелось бы обратить, ну, хотелось бы обратить, обратить ваше внимание. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.